Конкурс «Пасхальная радость» – одна из давних и любимых в нашем районе традиций. Из года в год он совершенствуется. Появляются новые номинации, новые техники, оригинальные идеи. И несмотря на то, что организаторы стали более требовательными, участников, как всегда, было много. Каждый год участвуем и в рождественских, и в пасхальных, и во всех мероприятиях. Каждый раз все дети разные, каждый раз участники разные, и возраст разный. Поэтому кому-то 7 лет, 6, а кому-то 15. Поэтому, соответственно, и умение, и талант. До финала дошло более 500 разнообразных произведений искусства. А иначе невозможно назвать эти работы. 17 участников получили высшую награду Гран-при. Так, например, Кира Алексеева уже не первый год занимается рисованием. В конкурсе она решила принять участие, чтобы показать свое мастерство, из-за победы не гналась, но в итоге заслуженно получила высшую награду. Мне очень нравится это, потому что ты раскрываешься, ну, твоя душа раскрывается, и в картинах можно отразить свое настроение и свое внутреннее качество. Не случайно Кира хочет связать свою жизнь с рисованием и в будущем стать профессиональной художницей. Ведь, как сказал ее педагог, каждая работа девочки заслуживает особого внимания. Там композиция интересная, там построение, решение тонально-цветовых отношений. То есть этот человек очень грамотный. Она кроме тематических, сюжетных композиций рисует учебные работы. Мы рисуем сейчас сократов гипсовую голову, потом рисуем розетку, орнамент, гипсовый орнамент рисуем. Она очень вдумчивая, серьезная девочка. Конкурс «Пасхальная радость» помог раскрыть юные таланты, а также принес всем только положительные эмоции и желание участвовать в нем вновь и вновь. Я хотела поучаствовать еще в таком же конкурсе, но на другую тему. По словам организаторов, фестиваль будет существовать до тех пор, пока у людей будет желание и интерес к нему. 18 лет мы проводим, но до юбилея мы должны все-таки дотянуть. Но поскольку дети участвуют и взрослые участвуют, это конкурс открытый. Взрослые просто приносят нам, просто жители Ленинского района приносят нам свои работы. И, значит, они участвуют, им хочется участвовать, им интересно участвовать. И почему бы нет свое отношение к этому празднику, свое отношение к воскресшему Христу, Христу выразить вот разными способами. В завершение мероприятия юные актеры Центра детского творчества «Импульс» сыграли для всех спектакль, посвященный празднику Светлой Пасхи. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА